Музыка На часах 11.07 это программа Мужской понедельник на волне 101.0 Сегодня действительно понедельник, 16 июля Вас приветствует Николай Голиков И Владимир Сметанин Ну что Николай, Мундиаль закончился Здравствуй, суровая российская действительность А между прочим, я просто недавно читал районную прессу Не везде закончился Мундиаль Некоторые считают, что весь август его будут продолжать показывать В каком районе Кировского? В Тужинском районе Кировской области Я прочитал в районной газете Да, там люди протестуют против отключения электричества в августе Им обещают отключить, потому что это будет мешать смотреть Мундиаль Ох ты Для них еще не все кончилось В какой-то своей особой реальности живут люди Мне, знаете, вчера прочитал Грустную, ироничную историю Дедушка жалуется на свою жизнь Здоровья нет, пенсия маленькая Его внук спрашивает Дед, а вот когда пенсионный возраст поднимали Ты что делал? Он говорит, выходил на улицу, кричал А что кричал? Гол! Вот так вот Хорошая лига Итак, сегодня мы с вами по традиции два часа Во втором части будет очень интересная тема Мы в последнее время встречаемся с представителями Россельхознадзора И мы сегодня коснемся очередной Касающейся очень многих из нас темы Качество растительной продукции в нашем регионе Как контролируется то, что мы покупаем на прилавках Вот я смотрю активно И как уничтожается то, что на прилавки не поступает Мы об этом тоже поговорим Вот вчера, по-моему, как раз я проезжал мимо одной овощной базы И вы знаете, бойкая торговля идет, огромное количество покупателей Сейчас же уже период такой, да, когда более-менее привезенное с юготом можно кушать Оно там с витаминами и сладкой и так далее Вот впереди нас ждет, как известно, сезон бахчевых культур, да, когда мы будем это все покупать Да, так что поговорим об этом Что стоит покупать, а чего лучше воздержаться Ну и в первом части приветствуем сначала наших гостей А затем уже будем обозначать тему Гости не в первый раз уже в нашей студии Мы рады их приветствовать, да Ну это Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев, партнеры, адвокат Наталья Александровна Доброе утро Добрый день Да, добрый день Вот, Евгений Абудко, помощник прокурора Кировской области По правовому обеспечению, или обеспечению, кстати, вот опять забыл По обеспечению, обращению и приему граждан Евгения Николаевна Доброе утро Доброе утро Здрасте, вы как, я уже говорил, вы как Янь и Инь у нас Прокуратура и... Адвокатура Адвокатура, собственно, да Как в суде практически Да, и слушатели, безусловно, будет очередная интересная тема К которой тоже имеем большое отношение Мы с вами, наверное, трудно найти человека, который ни разу не пользовался платными медицинскими услугами И с каждым годом таких людей становится все меньше, вот что я хочу сказать Есть исследования экономические Там прям громадные цифры Подсчитывают специалисты Сколько вообще денег крутится, да, в сфере платной медицины Но что касается нашего города Вот буквально недавно, в начале июля, была новость о том Да, ведь Николай, была? О том, что у нас задержаны Владельцы и руководители Нескольких частных медицинских центров Которые якобы Ставили диагнозы наугад Пришел человек, они ему что-то сказали Деньги взяли и все Прикинули так, по толщине кошелька, какой бы ему диагноз поставить, да? Насколько потянет? Но мы же прекрасно понимаем, что в роли обманутых граждан Тут зачастую бывают люди пожилые, да, которые отдаются последние Потому что, по-моему, пожилые люди, это, по-моему, самая такая главная клиентура всего Мошенников, да, ведь вот сколько мы об этом говорим Пожилые, неработающие Ну, да, скажем так Социально незащищенные чаще всего Можно так сказать Ну, прокуратура, мы, конечно же, знаем, что обладает информацией по количеству жалоб, да На вот эти все услуги Ну, безусловно, мы эту информацию озвучим Ну, давайте начнем с того С такой матчасти, да, что называется Давайте определимся, что такое бесплатная медицина, что такое платная медицина, да Что входит в этот перечень Что входит именно в перечень бесплатных услуг, да И зачем уже можно идти в платную Да, Наталья Костина Давайте начнем У нас с вами принято постановление правительства Программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи Она утверждена у нас на 2018 и 2019 год Какая помощь входит в бесплатную? Во-первых, первичная помощь, да, врачебная, врачебная, специализированная Сама по себе специализированная, в том числе и высокотехнологичная медицинская помощь Тоже является бесплатной Скорая помощь и палеотивная медицинская помощь Ну, это хосписы Гражданин имеет право на бесплатное получение медпомощи При различных заболеваниях и состояниях Этот перечень очень широкий А давайте сразу скажем, где с ним можно знакомиться Он же в открытом доступе находится Ну, вот если откроется постановление правительства Российской Федерации 19 декабря 2016 года 14.03 То, в принципе, все заболевания там перечислены То есть искать лучше всего по выражению госгарантий бесплатной медицины Или как-то так, по таким словам, да? Вообще просто, да, бесплатная медицинская помощь И я думаю, что легко найдете все акты Это не единственный акт, то есть у нас таких подзаконных актов достаточно В конце концов, на сайт Минздрава прийти и посмотреть Да, то есть и органы дыхания, пищеварение Там нервная, кровеносная система То есть все туда входит Это бесплатная медицинская помощь И перечень достаточно широкий Далее у нас отдельные категории граждан Имеют право на обеспечение лекарственными препаратами Бесплатными Это также установлено подзаконными актами Перечень может быть не очень широкий Туда там дети до возраста, до трех лет входят Ветераны Великой Отечественной В общем, это нужно уточнять, смотреть То есть для обычных граждан не все медпрепараты бесплатные Профилактические осмотры и диспансеризация Тоже является бесплатной для определенных групп взрослого населения То есть все мы знаем, что в поликлиниках по определенному году рождения Нас приглашают, пожалуйста, приходите Медосмотры, диспансеризация также Пренатальная диагностика, неонатальный скрининг И аудиологический скрининг для новорожденных детей Это все тоже входит в программу ОМС Источники финансирования этой программы Это прежде всего федеральный бюджет Бюджеты субъектов и местных бюджетов в ряде случаев А также средства самого фонда обязательного медицинского страхования В который все работающие люди отчисляют денежки ежемесячно Да, вот на 2018 год у нас установлены нормативы Один вызов скорой медицинской помощи По среднему нормативу затрат установлен в размере 2072 рубля Посещение с профилактическими иными целями медорганизаций для граждан 403 рубля на 2018 год за счет средств соответствующего бюджета И дополнительно еще за счет фонда ОМС 403 рубля по бюджету и 437 рублей еще за счет фонда ОМС Это деньги, которые получают медицинские учреждения за то, что нас обслуживают То есть это вот тот средний норматив, он утвержден по всей Российской Федерации Одно обращение уже по поводу заболевания вашего в поликлинику Либо не в поликлинику, но в амбулаторных условиях За счет средств бюджета уже 1171 рубль выделен на вас За счет фонда ОМС дополнительно еще 1226 рублей То есть за одно обращение 2000 с лишним По сути да, по неотложной помощи это 560 рублей На дневных стационарах это вообще порядка 12 тысяч рублей За счет фонда бюджета и за счет ОМС еще 13640 При госпитализации это за счет соответствующего бюджета Порядка 69 тысяч рублей на человека И за счет фонда ОМС то же самое По госпитализации еще 28 тысяч То есть порядка 100 тысяч государства на одного больного При оказании помощи при госпитализации Вот выделяет Ну так, чтобы понимали, да, всем? Примерно, да Эти цифры можно соотнести с нашими обращениями в клинику В клинику в платную примерно Кто пользуется этими услугами может соотнести Насколько дешевле или дороже государства мы обходимся Вот Что хотелось бы еще добавить Порядок оказания медпомощи и стандарты медицинской помощи У нас в настоящее время также утверждены Существуют приказы Минздрава По каждой группе заболеваний Где написано, что врач должен сделать Это такая рекламентация происходит, да? Да, детальная причем С 2013 года очень четко По перечню заболеваний каждый врач знает Или должен знать, что он должен сделать То есть, соответственно, человек, который обратился Может этот вот, условно говоря, регламент найти Посмотреть и понять, что врач должен для него сделать И что входит в вот эту бесплатную часть Может быть их сложнее найти Но если вы обратитесь в страховую медицинскую организацию Где вы застрахованы Либо в фонд ОМС Вам, наверное, реквизиты этих документов скажут И пояснят То есть я пришла в поликлинику Допустим, у меня болит горло, температура У врача есть определенная инструкция Каким специалистом она меня отправит Какие анализы она обязана у меня взять Это то, что касается именно стандартов медпомощи То есть при каждом заболевании Есть определенный стандарт И они должны его придерживаться Врачи, да? Да, да, да И также у нас порядком оказания медпомощи Регламентированы сроки ожидания медпомощи По неотложной форме Это 2 часа с момента обращения По специализированной помощи Это 30 календарных дней Со дня выдачи лечащим врачом направление на госпитализацию По ожиданию приема терапевтами Это 24 часа с момента обращения в медорганизацию Что странно То есть у вас талончик сегодня на 2 часа дня Вот 24 часа Если вы вовремя не попадете То норматив 24 часа Переночуете Да ничего страшного А потом уже можете с шалобой обращаться Ну и там Также установлены и иные сроки В том числе и по В том числе и по компьютерной томографии Ну в общем по высокотехнологичной медицинской помощи Что касается скорой То это 20 минут с момента вызова Ну это в городе Это в городе В сельской местности Трудно себе представить там За 20 минут чтобы добраться Ну что перерывчик небольшой Да давайте сделаем паузу продолжим Продолжаем наше общение Наталья Костин Руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры Адвокат у нас в студии Евгения Будко Помощник прокурора Кировской области По правовому обеспечению Рассмотрению обращений И приему граждан Кстати давайте быстренько напомним Про наш опрос На сайте есть И на нашей странице ВКонтакте Ну вопрос очень простой Знаете ли вы Куда и кому жаловаться Если у вас появились претензии к врачу Да Про жалобы сегодня мы тоже поговорим Да мы конечно поговорим Но как бы вопрос там И четыре варианта ответа Да я знаю И уже как бы жаловался Второй вариант Я знаю куда Но вряд ли этим воспользуюсь Третий Я понять не имею И мне это не пригодится Ну и последний вариант Я не знаю Но выясню То есть вот Сам механизм То есть где обжалуются действия врачей То есть что у нас там Как у нас с грамотностью Слушатели Итоги на нашей страничке ВКонтакте Таковы Лидируют вариант ответа Не знаю но выясню Ну надеюсь что сегодняшний эфир Как-то подкрепит В этом отношении Люди оптимисты Не знаю но выясню Может быть уже Не получится выяснить Так Давайте дальше продолжим Прошлись по списку Бесплатных медицинских услуг Сейчас видимо к платным переходим Да Сейчас давайте Откуда берутся платные услуги Что вообще это такое Значит у нас каждый гражданин Который застрахован в рамках ОМС При наступлении страхового случая Имеет право на бесплатную помощь Но бывают такие ситуации Когда одна и та же медуслуга Может оказываться За счет фонда ОМС Либо за счет Личных средств гражданина То есть с использованием Изделий медназначения Как российского Зарубежного производства И кроме того у нас Любая больница В праве оказывать платные услуги Зачастую врач вам может Предложить альтернативу Воспользоваться Бесплатными препаратами Бесплатной услугой Либо вам предлагают Платную услугу Платные препараты И уже сам гражданин Но врач должен объяснить В чем разница Или нет Или он просто говорит Вот вы можете так Можете так Выбирайте сами Вот да Смотрите То есть предложение Получить услугу платно В бесплатной поликлинике В больнице Это не нарушение Со стороны медицинской организации Но В такой доброй В доброжелательной форме В спокойной Врач может сказать Вот есть у вас Такая альтернатива Есть такая Да То есть или будете ждать Операцию Там планово Сколько там Прождете месяц Или вот сейчас Есть возможность Платно получить Эту операцию Ну То есть он как бы Таким образом объясняет Что если вы будете Плановую операцию ждать Там условно говоря Месяц Если вы торопитесь Если у вас какие-то Другие планы на эту жизнь То собственно говоря Вы можете завтра Сделать ее в платной клинике Ну в принципе В принципе да В принципе гераталь В любом случае Ответ на это предложение О согласии пациента На платную медицинскую помощь Он требует Соответствующего оформления Во-первых Необходим Добровольный Информированный Отказ пациента От оказания медуслуги С использованием Изделия там Российского производства При использовании Импортного Платно Добровольное Информирование Согласия На оказание Медуслуги С использованием Также Изделия Меднозначения Зарубежного Производства И обязательно Оформление И заключение Договора На оказание Платных Медицинских Услуг То есть я еще Должен написать Сначала Отказ Я не хочу Вот использовать Это Да Вам разъясняют Вы отказываетесь Заключаете договор На оказание Платных Обычно Обычно Видимо Человек Берет Время На подумать Каким Вариантом Использоваться Мы говорим Про здоровье Не всегда Это время Есть Ну хотя Будь День В любом Случае Такого Прямого Навязывания Мне кажется Нет У врачей Вас Проинформируют Дадут Какое-то Время Подумать Сию Секунду Или 5 Минут Вам На размышления Не дадут Дадут Больше Ну там Иногда Одна Знакомая У нее Случились Обморочные Состояния Она пошла В клинику И сказала Да вы что Вы завтра умрете Если вы не сделаете Вот того-то И того-то Она вообще Чуть с ума Не сошла Знаете Вот давайте Все-таки Подчеркнем Что при заключении Договора Вот этого На оказание Платных услуг Пациенту В доступной Форме Должна быть Предоставлена Информация О возможности Получения Видов и объемов Медпомощи Без взимания Платы То есть В любом случае Вы подписываете Соответствующие документы И информацию Вам обязаны Предоставить То есть Вы как бы Добровольно Отказываетесь От бесплатной Медицины Да Совершенно верно Если вы считаете Что бесплатные Бесплатные Медицинские услуги Вам навязывают На возмездной Основе То вы вправе И такое право Закреплено У нас Также законом Обратиться К руководству Своего лечащего Врача И проговорить С ним все вопросы Вам соответствующие Разъяснения Должны дать То есть Надо идти Главврачу По сути да Заведующему там Отделением Руководителю Медорганизации Это обращение Может быть Как устным Так и письменным По вашему выбору Можно обратиться В вашу страховую Медицинскую организацию О которой мы говорили То есть Полисы у всех Есть на руках Все знают Своей страховой Организации Так Внимание Если человек считает Что ему навязываются Платные медицинские услуги В том числе В страховую Он может пойти В свою Да Можно обратиться Да В территориальный фонд ОМС Обязательного Медстрахования С той же самой целью Вам также разъяснят Можно же Жалобами обратиться В страховую организацию Можно обратиться С жалобой В Роспотребнадзор Ну и Следующий Этап Можно обратиться В суд С исковым заявлением А в прокуратуру Можно обращаться В прокуратуру Обращаться Можно всегда Не хотелось бы Заваливать В прокуратуру Такими вопросами Потому что Она все равно Специальных познаний Прокуратуры В области медицины Не имеет Соответственно Они все равно Будут обращаться Может первое образование Медицинское Второе Здесь нужно различать То что прокуратура В первую очередь Это надзорный орган То есть Конечно Мы Первичные Обращения Будем так или иначе Направлять В те органы Учреждения Которые Уполномочены Давать оценку Качестве Оказанных Медицинских услуг Либо каким-то Другим нарушениям То есть Это будет у нас Либо Росздравнадзор Либо Это может быть Министерство Здравоохранения Областное Также фонд Социального страхования И уже По результатам Рассмотрения Ими Данного обращения Граждане Конечно Могут обращаться К нам Мы будем давать Оценку Полноты Проведенной проверки И того ответа Который был дан По поводу Навязывания Медицинских услуг Есть такие факты Сталкивается прокуратура Приходят Граждане К нам С такими обращениями Безусловно То есть Как бы Есть К прокуратуре Вообще Как бы У граждан Есть определенное Доверие Все идут С различными Вопросами В том числе И по вопросу Некачественного Оказания Медицинской помощи И вот В свете Там событий Которые Не так давно У нас произошли Про которые мы говорили В самом начале Я считаю Что нужно Обратить внимание Наших слушателей Именно на то Как правильно Выбрать Клинику Которая Оказывается Услуги На платной основе То есть Платные Медицинские услуги Оказывают Могут у нас Оказывать И государственные Учреждения Вот о чем Говорила Наталья Так же И коммерческие То есть Тут Несколько Таких советов Ну давайте Этому вниманию Значит Ну как бы В первую очередь Стоит обратить Внимание на то Что и коммерческие И государственные Клиники Обязаны соблюдать Правила Предоставления Медицинскими Организациями Платных Медицинских Услуг Которые утверждены Постановлением Правительства 1009 От 4 Октября 2012 Года К тому же Перечень Услуг Которые Они имеют Право Оказывать Должен Быть указан В лицензии На осуществление Медицинской помощи Так вот Извините Вот у организации Есть лицензия На то Что она имеет право Оказывать Медицинскую помощь И в этой лицензии Должны быть указаны Виды Оказания помощи Все правильно То есть это не просто там Что человек имеет право Просто медпомощь Оказывать Да Что лицензия Не на все А на все Перечень На все руки мастер Такого не может Нет Не может Конкретные направления Либо там Стоматологические услуги Что в них входит Для каждого конкретного Учреждения Клиники Ну и так далее При этом стоимость Платных медицинских услуг В бюджетных Государственных клиниках Устанавливаются Учредительными органами А в частных И других Медицинских Учреждениях Они В общем-то В праве сами Их установить Эти тарифы У государственных Учредительных органов У нас министерство Получается Министерство Здравоохранение Все областные То есть министерство Устанавливает стоимость Вот они по этой стоимости Вам эти услуги Предлагают Да Рассчитывают какой-то там тариф определенный. А частники, они уже, соответственно, сами. Любую сумму могут брать, что ли? С потолка? Они как у тебя на сентябре-то и возьмут. Но все равно должна быть какая-то конкуренция так или иначе. А, они все равно где-то в среднем рынке находятся. Их же много, Володя. Я тебе попросил, у тебя миллион, ты пойдешь в соседнюю. Сравнить прайсы, кто какой заявляет цену. Так вот в этом-то как раз есть момент, что выбор гражданина, куда он пойдет, где подороже, где подешевле. То есть это каждый человек выбирает сам. Ну вот, как бы один из первых советов, который хотелось бы дать, что прежде чем обратиться в клинику за свой счет, стоит зайти, например, на интернет-сайт данного медицинского учреждения и посмотреть, какая там есть необходимая информация для потребителя. То есть там обязательно должен быть размещен перечень медицинских услуг, которые оказывает данное учреждение платных, да, с указанием стоимости, порядок и условия предоставления медицинской помощи, график работы медицинского учреждения, сведения об уровне их профессионального образования, ну, работников, которые ведут там прием, да, осуществляют свою деятельность. Также такая информация должна быть размещена и на стендах, на стойках, в помещениях той или иной клиники. Вот когда говорите, должна быть размещена, то есть каким-то образом прописано в законодательстве, что они обязаны ее размещать, да, вот у себя на стендах? Ну, они должны, да, обязательно. Ну, такой порядок информирования. Порядок информирования, он должен быть соблюден. Ну, конечно же, когда вы обращаетесь в медцентр, потребуете лицензию, ну, как бы, если вы заботитесь о себе, да. Обычно она вывешивается, да, на видном месте, но если ее нет, тут уже есть момент, над которым стоит задуматься. А на сайте должен быть скан лицензии? Да, конечно, скан лицензии, опять же, с приложением, в котором указан тот перечень услуг, который то или иное медицинское учреждение может оказывать. Ну, то есть, перечень услуг, как я сказала ранее, он должен быть изложен в приложении. Приложение также, как бы, должно быть вывешено в доступном для граждан месте. Если вам предлагают приобрести какие-то товары медицинского назначения при заключении договора купли-продажи, должна быть предоставлена информация об этом изделии, об его регистрации. И только после этого стоит подписывать подобный договор. Ну, то же самое, например, при оказании медицинской услуги вам врач говорит, что вот вам необходимо приобрести то или иное медицинское изделие. А, например, у пациента есть какое-то хроническое заболевание, и он рекомендует вот этим изделием пользоваться. Вот у нас есть оно в наличии, вот будет стоить столько-то, давайте купите, пожалуйста. Граждане не задумываясь, там идет, платят деньги, но о том, что нужно при этом посмотреть, как бы, полную информацию о данном аппарате, например, да, как бы, мало кто задумывается, и в последующем, может быть, ему этот препарат или аппарат и не нужен. А он, может, еще и не заработает, а может, вообще что-нибудь другое делает. Вот, при заключении любого договора на оказание медицинских услуг, конечно же, стоит его в первую очередь прочитать очень внимательно, что там предусмотрено. Потому что бывают такие случаи, когда гражданам предлагают заключить, например, тут же одновременно кредит для того, чтобы оплатить. А, у меня типа денег не хватает? Да ничего, мы вас сейчас подпишем и так далее. То есть это все нужно обязательно внимательно прочитать и только после этого, конечно, ставить там свою подпись и заключать тот или иной договор. А может быть, даже лучше еще не просто изучить, а с кем-то посоветоваться. Знаем, слышали, да. Может быть, с этим договором даже домой желательно пойти спокойно. Это может быть хотя бы с каким-то юристом еще проговорить, чтобы он там обратил внимание на что-то. Потому что если врач вам в одно ухо говорит, что давайте, вот вы болеете, у вас там тяжелое состояние, тут же вы с договором с ручкой, у вас нет возможности прочитать, потому что кто-то мешает вам просто это сделать. Да, и люди вот так вот как бы в таком заблуждении подписывают одновременно. А еще если на самом деле человек в тяжелом состоянии, ему еще и думать-то не больно-то легко. Эмоционально все равно это психологическое определенное воздействие, когда такие факты мошенничества мы уже сейчас будем как если говорить о них, когда... Прокуратура все-таки, да, как же еще говорить. Которые встречаются к сожалению при оказании платной медицинской помощи в коммерческих учреждениях. То есть они имеют место быть. Это именно когда ставится либо ложный диагноз, соответственно, потом выписываются какие-то ненужные пациенту анализы и так далее и тому подобное. Ну и также вот как раз есть такое понятие как подложный кредит. То есть когда гражданину одновременно с заключением договора на оказание медицинской услуги предлагается заключить кредитный договор для того, чтобы там проплатить все необходимые исследования. И как будто не взначает вот кредитный эксперт сразу же оказывается рядом, который оформляет бумаги все. А подложный почему называется? Потому что его подкладывают? Или как? Ну подложный это как бы еще может быть не настоящий. Да, не настоящий. Ну то есть как бы это как раз вытекает из того, что изначально гражданин вводит в какое-то заблуждение. То есть он уже в цепочке в череде. Да, в цепочке в заблуждение. Вот поэтому такое... То есть договор-то как раз настоящий. Договор настоящий. Да, 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 конечно. Еще под большие проценты. Любовытно складывается ситуация. У нас реклама подошла. Сейчас давайте прервемся. Реклама сейчас представь рекламу медицинской клиники сейчас звучит. Классно будет. Давайте еще раз наших гостей, Николай, представим, чтобы не забывали. Чтобы не забывали, да. У нас сегодня гости уже довольно-таки привычные для нас. Мы вообще любим по понедельникам такой компанией. Тут посидеть, поговорить. Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры-адвокат и Евгений Абудко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению, обращению и приему граждан. Давайте сейчас зафиксируем внимание на очень важном моменте лицензирование, о котором мы начали Евгения Николаевна говорить. Лицензирование мед. деятельности у нас осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Это Росздравнадзор. Да, это Росздравнадзор. Это как Росздравнадзор для СМИ. Какие виды медпомощи относятся к лицензируемым? Весь список я озвучивать не буду, он очень большой. Но применительно к тому... мы как раз говорили, что есть какие-то такие... А проще сказать, может, что не лицензировано, что лицензировать? Просто есть такие вещи пограничные, которые очень многие люди считают, что это и не медицина вроде бы, да, это косметология какая-то, массаж. Что-то их массаж, да, массаж тоже. Или, по крайней мере, платные услуги, куда мы любим обращаться, да. Считаем, что аналоги платные лучше бесплатных. Солерий. Например, нет, модно же рожать без врачей сейчас стало. Не знаем. Мы не пробовали еще пока. Наши жены рожали в традиционных услугах. Акушерское дело и гинекология, это однозначно лицензируется в их деятельности. То есть бабки-повитухи сейчас никак не работают. Да, нет, не в моде, да. Аллергология, иммунология тоже бывает популярна среди населения по платным услугам. Вакцинация обязательно только лицензируемая. Дезинфектология, дерматовенерология, диабетология, диетология. Диетология, это врач-диетолог, да? Все центры, которые нам рассказывают о похудении, да, да, да. Они должны все иметь соответствующую медицинскую лицензию. Косметология, то есть все услуги косметологии, как получается, инъекционные, не инъекционные, аппаратные, не аппаратные, они также должны иметь лицензию. Давайте про косметологию. Мы тут тоже с Владимиром вряд ли большие специалисты. То есть вообще все услуги косметологии должны иметь? Вот косметология вся в общем указана, да. То есть любые... То есть это лицензируемый вид деятельности? Да, абсолютно. И причем он в медицинской деятельности получается, да? Медицинский. То есть любые манипуляции, ну, с лицом, да? С лицом, да. Начиная с поглаживания каких-то легких и заканчивая инъекциями. С лицом, телом. С руками, с ногами. Инъекциями. Это все должно быть лицензировано. Мануальная терапия. То есть все мы любим ходить куда-то на массаж и не всегда задумываемся о том, лицензируем мы это в виде деятельности или нет. Тем не менее, он требует наличия лицензии. То есть массаж это тоже медицинская процедура получается. Она должна быть лицензирована. Медицинские осмотры, любые, обязательно лицензируемые в виде деятельности. Медицинская оптика, медицинский массаж, остеопатия, что-то я еще... Остеопатия, это когда кости правят? Да, да, да. То есть костоправы тоже с лицензией должны быть? Психиатрия, рефлексотерапия, сестринское дело в косметологии, вся стоматология у нас также лицензируется, терапия, токсикология, травматология, ортопедия, УЗИ, любые УЗИ лицензируются, урология, физиотерапия. То есть любая физиотерапия это также лицензируемый вид деятельности. Это всякие ванны, которые нам делают там, да, что вот мы сейчас вам физиологическим там... Лечение токами там такими, да, да, да. То есть вот это все также лицензируется. Слушайте, а вот это вот, что называется, на каждом столбе реклама порой увидишь избавление от зависимости, наркология имею в виду, наркология. То же самое, лицензируемый вид деятельности, да. Ну, видите, перечень очень большой, то есть на четырех листах. Какие лицензионные требования к медицинским организациям предъявляются? Во-первых, медорганизация должна иметь здание строения сооружения на праве собственности или на ином праве, где она будет оказывать услуги. То есть на дому практиковать нельзя? На дому практиковать нельзя. Ну, почему? Если мы на дому... Это ведь здание строения сооружения и помещение. А, ну, понятно, понятно. Просто указывайте. Пожалуйста, да. Хорошо, то есть на улице нас массировать не имеют. Да, на улице не имеют. Наличие принадлежащих соискателю на праве собственности медизделий, оборудования, аппаратов, приборов, инструментов, необходимых для выполнения заявленных услуг и зарегистрированных в установленном порядке. То есть это не просто какие-то аппараты, они должны быть зарегистрированы. У руководителей медорганизации, заместителей руководителя должно быть высшее образование. Именно медицинское или любое? Именно медицинское. Также, также, послевузовское или дополнительное профессиональное. То есть не только высшее, а именно послевузовское или дополнительное. Сертификат специалиста должен быть обязательно. Это у руководителя? Это у руководителя. У руководителя структурного подразделения точно так же должно быть высшее профобразование, послевузовское или дополнительное образование. Также сертификат специалиста. Стаж работы по специальности для указанных лиц не менее пяти лет при наличии высшего медобразования. Ну и тут у нас для определенного персонала средние. Три года при наличии среднего медобразования. Должны быть трудовые договоры с работниками, имеющими среднее, высшее, послевузовское, дополнительное медицинское образование и сертификат специалиста. То есть все работники, которые оказывают, обязательно. Наличие работников, которые осуществляют техобслуживание медизделий. Или договор с организацией, которая имеет лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Обязательный контроль внутренней качества и безопасности меддеятельности. Ну и также требование повышения квалификации специалистов, соблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медприменения. То есть в общем, если коротко, вот такие лицензионные требования. А можно поинтересоваться, вот по мелочи, что называется, когда такой работник, и сам себе директор, и сам работник, вот массажный кабинет. Индивидуальный предприниматель, пожалуйста. Но у него тоже перечень документов на это должен быть. То есть у него и образование должно быть, послевузовское. То есть у него персонала должно быть образование. То есть он один может быть работой, принимает. Да, и один вид деятельности, например, там, мануальная терапия. Все, пожалуйста, лицензия выдается бессрочно. А вот эти распространенные случаи, когда выездные какие-то услуги оказываются. Ну тоже наркологию. На дому. На дому, да. Звони по телефону, приеду. Обрыв запоя. Обрыв запоя. Мы же мужики, у нас такая тема. Обрыв запоя, да. Если лицензия и приказ Минздрава позволяют ему оказывать такие услуги выездным способом, то почему нет? Но лицензия у него должна быть. То есть он с лицензией приезжать должен? Да. Ох ты. Ну что, три минуты остается. Давайте сейчас устрашительные какие-то войска двинем. А я и кем, кто нас хочет обмануть, да. Об ответственности поговорим, Евгения Николаевна. Ну если говорить об ответственности. Мошенничество тоже, да, зачастую, наверное. Мошенничество, да, тоже здесь, да, оно тоже может быть. Ну если остановиться на тех... Ну это вообще-то незаконное предпринимательство, работа без лицензии получается. Ну конечно, конечно. 171, по-моему, да? Вы уже такие подкованные. Мы с вами встречаемся довольно часто. Мы уже много что запомнили. Ну во-первых, у нас кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за незаконное занятие народной медицины, за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения. Также административная ответственность предусмотрена за продажу товаров, выполнение работ или оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований. Административная ответственность предусмотрена и за обман потребителей, и за нарушение прав потребителей. Ну это так ряд статей я перечислила, которые к этой тематике относятся. В Уголовном кодексе Российской Федерации у нас также предусматривается ответственность за незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацистической деятельностью. Помимо этого, ответственность есть за производство, хранение, перевозку, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Ну и к ответственности за незадлежащее оказание медицинской помощи тут, конечно, подойдет и причине смерти по неосторожности, неоказание больному помощи. А мошенничество это уже как раз из недобросовестных. А давайте, понятно, что тут много составов может быть, а сосредоточимся именно на практике, которая у нас в городе складывается. На чем чаще всего попадаются, если попадаются такие организации? Практика-то есть определенная? Безусловно, конечно, есть такая практика. И, к сожалению, очень часто сейчас стали как раз выявляться такие преступления в сфере оказания медицинской помощи как раз как мошенничество. То есть людей вводят в заблуждение, с ними заключаются договоры на оказание тех услуг, которые изначально им не нужны. И на тех условиях, которые для гражданина не очень обременительны. То есть вот те же кредиты, видимо, мы имеем в виду. Да, те же кредиты. То есть люди и в конечном итоге эти договора, по ним услуги не оказываются в том объеме, в котором прописано в том или ином договоре. То есть мало того, что ерунду написали, так еще и не оказали этого. Еще и не оказали, да. То есть в последующем получается, что люди деньги заплатили в никуда. Поставили им уже диагноз, выписали кучу анализов, еще чего-то. В конечном итоге он получил медицинскую помощь, ненадлежащего качества. И вот мне все-таки, может быть, в конце, как не избежать именно обмана, да? Давайте сейчас конкретные советы минуты остаются. Ну, я вот хотела первое, что сказать, что необходимо идти только в те клиники, репутация которых положительная, не вызывает сомнения. И лучше всего, конечно, по рекомендации чьей-то. Кто уже побывал, кто уже обращался. Да, 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 конечно. Ну, простые такие житейские советы. Ну, сарафанное радио называется. Опять же, изучить сайт того или иного медицинского учреждения, посмотреть, есть ли там все необходимые документы и так далее. Также стоит скептически отнестись к рекламе, которая обещает полную бесплатную диагностику и бесплатное лечение. А такая, да, бывает. Да, да, конечно. Сейчас за пять минут вам весь диагноз разрисуем. Да, звонки эти поступают, приходите, мы вас исследуем, пропишем вам лечение. И, конечно же, граждане как бы идут. И, как правило, вот как раз такие организации в конечном итоге являются мошенниками. Наталья, что-то добавите еще? Да, я в репликах хотела сказать. У меня вот один знакомый врач есть, и он мне всегда говорит, что если какой-то диагноз поставлен и есть сомнения, да даже если и нет сомнений, но предстоит какое-то трудное длительное лечение, обязательно перепроверяйте этот диагноз у другого врача. Вот такое правило у врачей. Не верить одному врачу, надо проверять у нескольких. У журналистов тоже такой же принцип. Поэтому если вы пришли, да. Еще один источник информации. Если вы куда-то пришли, вам говорят, что вот готовьтесь, это долго, сейчас будем лечиться. Вы сходите, перепроверьте этот диагноз у другого специалиста аналогичного. Может быть, у вас вообще ничего похожего не найдет. Может быть, да. Врачи ошибаются, они тоже люди. Ну и еще такой житейский совет. С горяча не надо никогда принимать никаких решений. Все-таки нужно... Да, всегда надо взять временно. Временно подумать. Временно подумать. Советоваться с родственниками, родными, близкими. Спасибо большое, Наталья Костина и Евгения Ботко. У нас первый час мужского понедельника на этом завершен. Сейчас новости и до встречи после 12. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова